Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Самарский ракетно-космический центр переживает второе рождение. Как идет модернизация завода, проверил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. По какому принципу будут формироваться бюджеты районов, обсудили на заседании Городской думы. Выборы для всех в помещениях для голосования 13 сентября установят пандусы для маломобильных граждан. Прогресс вновь в передовиках. Заказами Самарский ракетно-космический центр обеспечен на несколько лет вперед. Сумма только одного контракта оценивается в полмиллиарда долларов. Перспективы прогресса на предприятии и развитие Самары с работниками ракетно-космического центра обсудил глава региона Николай Меркушкин. Здесь работа у станка не выглядит как тяжелый труд. В механическом цехе завода «Прогресс» изготавливают детали, узлы для ракетно-носителей и космических аппаратов. Продолжается модернизация цеха. 24 единицы нового высокотехнологичного оборудования. Уже установили впереди монтаж уникальных станков, позволяющих с ювелирной точностью обрабатывать огромные детали для ракетно-носителя «Союз-2». Молодые специалисты, большинство из которых с высшим образованием, управляют работой сложной техники с помощью компьютеров. Очень много сейчас работы, новое оборудование, специалисты. Очень омолодился коллектив. Приходит новое оборудование сложное, соответственно, и требования к исполнителям тоже повышенные. Как проходит модернизация завода, специалисты рассказали главе региона Николаю Меркушкину. Губернаторы интересовали не только технические моменты, но и социальная политика предприятия. Скажи, какая зарплата. Или очень мало, или очень много. Наверняка. Почему не говори? Не много, не мало. Достаточно. На денежный вопрос на «Прогрессе» не жалуются. А с 1 сентября зарплата сотрудников вырастет на 10%. Труд в космических масштабах надо стимулировать, уверено, руководство предприятия. Тем более, что объемы производства за последние годы стремительно растут. Мы должны успешно работать. Мы объемы в 2014 году превысили объемы 2013 года более чем на 20%. В этом году мы идем с опережением объемов реализации. От прошлого года по полугодию мы имеем реализацию 15 миллиардов. Это на миллиард с лишним больше, чем в прошлом году. Прогресс переживает и Ренессанс. Сейчас на космической орбите находятся 9 аппаратов, сделанных на Самарском заводе. Такого не было никогда. Уже утверждены программы по новым ракетоносителям. На долгие годы вперед, на 5-7 лет программа утверждена. Сегодня в Самаре компетенции, организации труда, специалисты и многое другое. Это, может быть, самая надежная зона для того, чтобы дальше развивать космическую технику. На встрече с коллективом завода глава региона обсуждал вопросы масштаба не космического, городского. Но для жителей Самары сегодня именно они имеют значение первостепенное. Космическая столица страны должна соответствовать своему статусу. Сделать Самару городом процветающим во всех отраслях, красивым и благоустроенным, комфортным для жизни. На это направлена реформа системы местного самоуправления. Ее задача – приблизить власть к народу, сделать местную власть более эффективной, ориентированной на вопросы, волнующие в первую очередь жителей города. Чтобы мы смогли на местах создать нормальную обстановку. Обстановку, когда люди вовлечены в производительные, созидательные процессы. Районные советы депутатов, выборы в которые состоятся 13 сентября, будут работать на благо жителей своего района. А сами горожане смогут контролировать, на что тратят деньги из районного бюджета. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Принцип формирования районных бюджетов определили на заседании городской думы. Проект документа принят депутатами после обсуждения на профильных комитетах. Обо всем подробнее наш корреспондент. Какой двор отремонтировать в первую очередь, какие дороги включить в план ремонта на этот год. Эти вопросы на местах будут решать более эффективно и главное при активном участии жителей. После выборов совета депутатов в каждом из девяти районов появятся собственные бюджеты. Вот сейчас, если в процентном выражении говорить, почти на 80% районы будут получать средств больше, чем это было до принятия этих законов по реформированию местного самоправления. Чтобы добиться такого результата и решить все задачи, которые будут возложены на районные власти и райсоветы, необходима финансовая поддержка. Из городского бюджета в районы будут выделяться средства. «Межбюджетные трансферты планируется представлять бюджетом внутригородских районов ежемесячно, не позднее 15-го числа, в размере 1,12 от объема иных межбюджетных трансфертов, определенных соответствующим внутригородскому району». Суммы будут распределяться, исходя из численности населения и площади района. Небольшие – Ленинский и Самарский – получат около 100 миллионов рублей. Крупные – такие, как Промышленный и Кировский – примерно 200. Кроме того, районы будут и сами пополнять свой бюджет за счет доходов от налоговых поступлений. По предварительным данным, доходы и расходы региональной столицы на 2016 год составят 14 миллиардов рублей. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. У ресурсников и коммунальных служб горячая пора. Город активно готовится к зиме. Почти 8 тысяч погонных метров тепловых сетей запланировано переложить в Самаре в этом году. Как ведутся работы, проверил первый вице-мэр Владимир Василенко. «Эти живописные окопы – не декорации к военным фильмам. Просто меняют трубы. Правда, благое дело растянулось на целое лето и для жителей превратилось в настоящее мучение». Поначалу бойки и работы на теплотрассе жителей только радовали. С отоплением зимой проблем не будет. Но затем траншеи опустили, все замерло и три дома на радиальной и кольцевой оказались в оккупации. «Чтобы подойти к подъезду, мы вот идем и вот это все обходим. А здесь с ребенком выйдешь гулять на коляске и не знаешь, в какую сторону двинуть. Там идешь, там машины едут, а здесь эти ухабы». Сотрудники компании ПТС объясняют – вовремя не получили комплектующие материалы. Работу пришлось приостановить. В итоге отставание от графика ресурсникам встало в копеечку. Штраф от 300 тысяч рублей. И задача минимума от городских властей – завершить работу здесь до 8 сентября. «Этот вот объект нас научил. И уже вот следующие объекты, когда уже вскрывались, мы четко требовали вначале наличия материалов, которые привезены на трассу, где складированы, только после этого будем давать вскрытие». Во дворе 108-й школы траншею уже закопали. Но вот ходить по щебенке и комьем грязи – удовольствия мало. От тяжелой техники пострадали и асфальтовые дорожки. «Первые сентября через 4 дня, а рабочие, которые выполняют эту работу, до сих пор находятся на территории школы, не навели чистоту». Работы на территории школы и вокруг нее идут уже два месяца. Но этого времени подрядчику не хватило не только на то, чтобы навести порядок. Не успели демонтировать и старую трубу. Из-за этого невозможно оградить забором школьный двор. Разговор с подрядчиком бескомпромиссный. «Вы здесь палаткой разбиваете и живете здесь? Когда вы уберете для того, чтобы она навела хотя бы марафет? И забор поставила деревянный?» «В субботу к вечеру будет готово». К работам на теплотрассы в городе сейчас особое внимание. Будут готовы они, будет тепло в домах. Чтобы не сорвать начало отопительного сезона, городские власти контролируют каждый объект. Сейчас, говорят в департаменте ЖКХ, работы начали ускоряться. А вот тем, кто в сроке не укладывается, уже выписали около 150 штрафов. Таким нерасторопным компаниям не только придется заплатить от 300 до 500 тысяч рублей, но и все-таки доделать свою работу в еще более сжатые сроки. Марина Матвеевична, Павел Пресняков, События. Теперь во дворе по улице Белорусская, 98 весело и людно. Детвора приходят со всех окрестностей, занимаются на спортплощадке, осваивают новые качели-горки. А еще недавно здесь было пустынно. В метаморфозах разбирался наш корреспондент. Двор по улице Белорусская, 98. Здесь всегда много детворы. Кто-то занимается на спортивной площадке, а юное поколение облюбовало аттракционы. Совсем недавно, вспоминают местные жители, двор был в заброшенном состоянии. Там были 30-летней давности какие-то ржавые детские аттракционы. Там были засухшие дубовые деревья и несколько лавочек, амброзий. А сейчас она, я уже сказала, в таком состоянии, что практически для всего микрорайона это стало центром общения и развития детей. Привести двор в порядок помогли в общественном совете микрорайона. Здесь берут в разработку все предложения жителей по благоустройству. Общественники отмечают, неравнодушных людей становится все больше. Наши жители пытаются стать людьми, которые активно влияют на то, чтобы наша жизнь улучшалась, изменялась, повышается гражданское такое сознание. Только совместными усилиями, считают и общественники, и сами жители, можно добиться того, чтобы каждый двор стал ухоженным, а город в целом красивым и благоустроенным. В этом и есть суть реформы местного самоуправления. Очередной этап ее реализации – создание районных советов депутатов, которые станут связующим звеном между жителями и властью. В них войдут люди, неравнодушные к судьбе любимого города. Выборы пройдут 13 сентября. Павел Пресняков, События. Подготовка к выборам в районные советы депутатов, которые состоятся 13 сентября, идет полным ходом. Важно, чтобы выразить свою гражданскую позицию смог каждый житель Самары, в том числе и из маломобильных граждан. Об этом шла речь на заседании избирательной комиссии Самарской области. В день выборов в городе будет работать 441 участковая избирательная комиссия. Более половины зданий, где будет проходить голосование, оснастят пандусами, в том числе мобильными. Также на местах будут дежурить волонтеры. Избиратели смогут позвонить заранее и попросить, чтобы их встретили у входа. Мы уже практически поименно знаем, кто где, на каком участке из маломобильных граждан должен будет проголосовать. Мы очень заинтересованы в том, чтобы большинство людей, в том числе и маломобильных, могли проявить свой гражданский долг и прийти 13 числа на выборы. Более сотни самарских ветеранов, тружеников тыла, детей фронта отправились на прогулку на теплоходе. Экскурсию в Виновку для них организовали городские власти. Социальная программа, благодаря которой участники ветеранских организаций побывали во многих уголках губернии, реализуется круглый год. В плавание туристов проводила наша съемочная группа. Тамара Ивановна Медведева к каждой поездке готовится как на праздник. Тем более есть повод встретиться с подругами по совету ветеранов. Как пообщаемся, так становится вроде бы моложе на несколько лет. Душа поет, хочется что-то еще делать. И не смотрят, не кажется, что нам уже всем 80. В душе кажется нам все, что 17 лет хочется жить, твориться, работать, общаться. Это путешествие для самарских ветеранов не первое. В мае круиз до Волгограда, в июне до Перми. Труженики тыла, блокадники, участники боевых действий времен Великой Отечественной говорят, что лучшей наградой за их подвиги могут быть только мирное небо и волжские просторы. Эта поездка, конечно, очень кстати. И мы очень благодарны за ту заботу, которую проявляют ветераны в нашей области. На борт теплохода Валерий Чкалов почетные туристы поднимаются бодро. Поездка в Виновку завершает сезон волжских путешествий для самарских ветеранов. Погодка нам благоволит. Дождя нет, тепло сегодня, даже 27 обещают. Надеюсь, что закрытие будет, пройдет в режиме, в таком настроении, приподнят. Там шестичасовая прогулка, то есть мы два часа идем до Виновки, два часа у нас экскурсия в мужской монастырь, и два часа мы возвращаемся в Самару. Выезды на природу, экскурсии, культурный отдых для самарских ветеранов стараются организовывать каждый месяц. Сами они говорят, о такой старости можно только мечтать. Андрей Троя, Алина Чемерис, Сергей Баскин. События. На должность директора муниципального бюджетного учреждения Самар Информ Ресурс назначен Михаил Расторгин. Новый руководитель предприятия имеет большой опыт работы в рекламной сфере. Андрей Панин, ранее руководивший МБУ, перешел на должность первого заместителя Самар Информ Ресурс. Ряд чиновников администрации покинули свои посты. С 27 августа уволен по собственному желанию заместитель руководителя Департамента финансов Евгений Сорокин. Он, в частности, курировал работу управления торгов, которая в настоящее время выводится из структуры департамента и будет напрямую подчинено главе администрации города. Также 24 августа свой пост оставил заместитель главы администрации Кировского района Игорь Курбатов. В этой должности он курировал вопросы потребительского рынка и услуг. Чемпионат по стихам в седьмой раз пройдет в Самаре. В городском поэтическом конкурсе соревноваться будут школьники. Отборочные туры пройдут в каждом районе. Лучшие работы будут опубликованы в газете и на сайте Самарской городской думы. Некоторым ребятам представится честь выступить перед большой аудиторией на праздновании Дня города, который состоится 13 сентября. Бросай курить, вставай на лыжи, и вместо рака будет грыжа. Лозунг с обложки школьной тетради, мягко сказать, удивил председателя Самарской городской думы Александра Фетисова. В столице региона ежегодно проходит городской поэтический конкурс среди школьников, где дети показывают себя с лучшей творческой стороны. Строгие отборочные туры позволяют выделить наиболее удачные работы юных авторов. Таких сомнительных произведений, к счастью, говорят депутаты, наши дети не пишут. В этом году чемпионат поэзии «Как нельзя кстати» 2015 объявлен в стране годом литературы. Предлагаю вас всех. В жюри просто посетить наши мероприятия. Вы получите просто больше и очень много позитива. И я думаю, что вот эта вера в наши говорители, которые говорят, что вот так, понятно, как мы растим. Еще раз говорю, эти матчи, они действительно дают радость. Радость передает в своем, что у нас будущее есть. Организатор конкурса уже в седьмой раз – Самарская городская дума. Депутаты подписали соглашение о сотрудничестве с департаментами образования и культуры, туризма и молодежной политики. Несмотря на то, что конкурс молодых поэтов стал уже традиционным для Самары, каждый раз удается открывать новых звездочек. Безусловно, это позволяет такие конкурсы повысить и интерес у подрастающего нашего поколения, не только в поэзии, но и в целом, в литературе, как классической, так и современной. Самых талантливых, по мнению жюри, наградят следующей весной. Лучшие произведения юных поэтов будут опубликованы в газете и на сайте Самарской городской думы. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре проходит первый день третьего этапа чемпионата страны по пляжному футболу. За четыре дня будет сыграно 16 матчей и к концу соревнований из восьми команд определится четверка, которая в плей-офф разыграет места на пьедестале почета. В турнире борются за медали и самарские крылья советов. Продолжить тему наш спортивный обозреватель Сергей Кизуркин. Самарский этап чемпионата России по пляжному футболу по традиции проходит на первомайском спуске набережной. И даже днем в середине недели футболисты играют не при пустых трибунах. От результатов матчей на Средней Волге зависит судьба путева команд-участниц на суперфинал соревнований. На сегодняшний день 15 очков у нас, 15 очков у Динамо, 13 очков у Джокера. На самарском этапе крылья советов сегодня играет с Джокером, лобовой матч. Завтра мы играем с Динамо и Динамо играет с Джокером. Это три равных команды из трех, две команды выходят, сами понимаете, все что угодно. Еще нам игра с Локомотивом, с лидером и вот с Умонтом, с очень крепкой командой. То есть, тут, знаете, считать можно, вылететь можно, если бы так, при худшем раскладе, не то, что там суперфинал войти, а вылететь можно. Центральный матч первого дня соревнований «Питерский кристалл» против московского ЦСКА. Пляжники северной столицы пока занимают первое место на турнире. Однако, чтобы удержать его, им нужна только победа. Московский Локомотив имеет все шансы вырваться вперед. Армейцы же расположились на дне турнирной таблицы, но марку клуба держать все же необходимо. Никто не хочет отступать. Команды друг друга очень хорошо знают. Первая игра, всегда первая игра, немножко нервозный. Мы будем выигрывать в каждую игру, и поэтому все счеты по закону ЦСКА будут набирать 12 очков. Это наша задача. Сенсации не произошло. Ленинградская команда выиграла со счетом 3-2 и продолжает претендовать на золото национального первенства. Армейцы теряют заветные очки. Третий этап чемпионата России по пляжному футболу определит четыре лучшие команды. В середине сентября именно эти команды разыграют медальную копилку соревнований. Битва за места на пьедестале почета пройдет в Олимпийском Сочи. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. С интересом слежу за конкурсом, который запустил наш телеканал. Блогер Дмитрий Катуков опубликовал фото, в котором признается в любви к самарцам. Заявить о любви родному городу и получить подарок можете и вы. Для этого вплоть до 10 сентября нужно выложить свое фото признание в Инстаграм с хэштегом «Самара429». Самых любвеобильных ждут ценные призы от партнера конкурса «Ситилинг Самара». Награждение победителей состоится 13 сентября на главной площадке празднования Дня города. Всего вам доброго и до встречи. Почему в стране самых красивых женщин выпускаются самые страшные легковушки? Так они же еще и подорожают. Ожидается, что с 1 сентября автомобили «Лада» могут подорожать в среднем на 3%. Об этом судачат в дилерских центрах и всерьез готовятся переписывать ценники. С начала года автозавод уже трижды поднимал цены. В последний раз они выросли с 1 августа в среднем на 4%. При этом российские продажи автоваза продолжают падать. В январе и июле, по данным Ассоциаций европейского бизнеса, они снизились на 27%. Но марка чувствует себя лучше рынка, который сократился на 35,3%. Ну и бог с ними, со страшными машинами. Красивых женщин, что ли, нет? Долг за тепло продолжает расти. По состоянию на 1 августа 2015 года, суммарная задолженность потребителей за тепло перед поставщиками составила 8 миллиардов рублей. Более половины накопленного долга приходится на недобросовестные управляющие компании и прочие организации-посредники в сфере ЖКХ. Они собирают деньги с потребителей и удерживают средства в своем пользовании в течение длительного времени. Это создает серьезную угрозу возникновения коммунальных аварий в осенне-зимний период. В списке крупнейших должников числятся управляющие компании ВАСКО. Всеми любимый ЖКС, МУП Жилищно-эксплуатационная служба из Сызрани, Самарский коммунальник, Альтернатива, ПЖРП номер 11, Департамент ЖКХ Тольятти. И что же, интересно, все компании прошли сертификацию. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ на отметке 1676 пунктов. Среди лидеров роста Мечел, Русал, Дикси и Распадская. Аутсайдеры, Полюс Золото, Акрон, Полиметалл, Уралкалий и ВСМПО Ависмо. К открытию торгов в России сложился позитивный внешний фон. Рынок Соединенных Штатов завершил середину неделю в плюсе. При этом американским индексам удалось показать максимальный рост с 2011 года. Нефтяные котировки восстанавливают позиции на фоне позитивной отчетности, зафиксировавшей существенное сокращение запасов сырья в США. Курс доллара на 28 августа 67,44 рубля, курс евро 76,33 рубля, золото стоит 2447 рубля за грамм, серебро стоит 30,94 рубля за грамм. Цена нефти марки «Бренд» 44,83 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Лето с футбольным мячом определит чемпионов среди дворовых команд 63-го региона. В Самаре начался третий заключительный этап чемпионата России по пляжному футболу. В Тольятти стартовал теннисный турнир паралимпийцев. На турнир теннисистов-паралимпийцев в Тольятти приедет 15-я ракетка мира. Японец Сатоши Сейде попробует разыграть призовой фонд в 800 тысяч рублей. Поединки до финальных встреч пройдут с четверга по воскресенье на кортах Тольятти теннис-центра. Кроме японского мастера ракетки заявилась почти вся элита мирового тенниса на колясках. Игроки первой мировой тридцатки из Чили, Голландии, Польши, Франции и России. Турнир дает очки для попадания на паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года. Первомайский спуск набережной чемпионат страны по пляжному футболу с четверга по воскресенье. Третий заключительный этап. Именно в Самаре определяются команды, которые поедут в Сочи на матчи плей-офф и розыгрыш комплекта наград. Претенденты на медали – столичный «Локомотив», «Динамо», «ЦСК» и «Строгино», подмосковный «Элман», «Питерский Кристалл», «Новосибирский Джокер» и самарские «Крылья Советов». В пятницу в шесть вечера «Крылья Советов» разберутся с «Динамо», а в выходные в 15.45 самарцы встретятся с «Локомотивом» и «Элмонтом». Пока «Крылья» занимают третье место в турнирной таблице. Впереди «Московский Локомотив» и «Питерский Кристалл». Отставание от лидеров – семь очков. В спину советом дышит столичная «Динамо». Финал футбольного турнира дворовых команд «Лето с футбольным мячом» пройдет в пятницу. На стадионе «ЦСК ВВС» на Старозагоре завершится пятый сезон этих соревнований. Статистика турнира с ног шибательная. В играх приняли участие более трех тысяч команд со всей губернии. 30 тысяч детей от 10 до 14 лет добились успеха на футбольном поле. Кроме мальчишек в мяч играют и девчонки. Отбор финалистов проходил в два этапа, начиная с начала июня в городах и селах, а потом на районном уровне. В итоге кубки и медали разыграют 16 лучших команд Самарской области. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Продолжение следует...